Санта-Сусана Денис, пожалуйста, представься по полной, кто ты, что ты, зачем ты и для чего ты Я являюсь президентом федерации бодибилдинга и фитнеса Алтайского края Все? Все Хорошо, давай я буду задавать тебе вопросы, ты будешь отвечать С какого момента ты являешься президентом федерации Алтайского края? Чтобы не ошибиться, это конец 2011 года, декабрь месяц Каким образом ты оказался на этом посту? Я был выбран общим собранием федерации, выбран единогласно За какие заслуги? Кто тебя выдвинул? Так получилось, что я очень давно в бодибилдинге активно занимаюсь Сначала это было в качестве спортсмена, потом это было в качестве тренера И в 2010 году мы провели с моим другом Александром Барбашиным Провели под эгидой федерации Алтайского края собственных два турнира И когда встал вопрос о новой кандидатуре президента, так получилось, что... Вопрос отпал сам с собой По результатам работы мы увидели в лице в твоем президента федерации Алтайского края За время работы с 2011 по 2014 год Какие положительные вехи ты можешь отметить в работе с Бериной тебе общественностью федерации? В первую очередь, это безусловно меня радует развитие и массовость бодибилдинга Как соревновательного, так и, скажем так, как вида физической культуры в Алтайском крае Больше людей стали интересоваться, больше людей стали посещать залы Больше открылась на этой волне спортпита, точек продажи спортпита и так далее То есть взаимосвязь есть такая, твоя работа, соревнования, фитнес-индустрия Поддержка государства в Алтайском крае есть? Я думаю, больше чем где-либо, общаясь с президентами других федераций, других регионов У нас очень неплохо, то есть сейчас нам оплатили полностью поездку На Россию, на чемпионаты, на кубки нам тоже практически всегда полностью оплачивают поездку и проживание Помогают с проведением местных региональных турниров и так далее Это радует! Скажи, пожалуйста, за время, опять же, с этого периода, который тебе казалось, с 2011 года по 2014 Сколько чемпионов оказалось воспитанных в вашей федерации и лично тобой? Мне очень сложно это посчитать Я думаю, порядка 10, а может быть, плюс-минус раз поднимались на высшие ступени бедестала почета кубков и чемпионатов России Очень много раз становились призерами всех международных турниров И включая Арнольд Классик, любительский, включая чемпионаты Европы, чемпионаты мира У нас есть чемпионы Европы, у нас есть два вице-чемпиона мира Ну, назови фамилии Это, в первую очередь, конечно, Барбашин Александр, Крылов Дмитрий Аурико Тергале буквально полторы-две недели назад получила прокарту в категории фитнес-женщины То есть налицо получается развитие, успех Ну, вот скажи мне, пожалуйста, у меня почему-то больше всего ассоциативный ряд с Алтайской Федерацией заключается в том, что у вас прекрасные классики Да, так получилось, что появилась категория, как раз когда мы начали активно выступать, работать Появилась категория классический бодибилдинг, которая дает возможности людям, не обладающим потенциалом, к развитию экстремальной, скажем так, мышечной массы Выступать на высоком уровне, на соревнованиях высокого уровня В классическом бодибилдинге, скорее всего, это пахота, подготовка, хорошая форма Раз вопрос затронул я про классику, то вопрос опять же про классику Реально ли же идеальному классику усовершенствовать свою форму? Усовершенствовать в плане набора? Да Есть же нормативы, рост вес Ты как тренер должен понимать, о чем я говорю Не выходя из категории классики, безусловно, всегда есть А есть пример? Есть пример Ну, может быть, Крылов Дмитрий Он постоянно становится чуть-чуть лучше Но, честно говоря, сейчас он уже практически добился предела Исчерпал, да, свои возможности? Да, потому что мы и так очень жестко, кто нас знает, знают, как это происходит Залазим в категории последнее время Поэтому, чтобы быть, чтобы идеальному классику еще улучшаться Надо иметь, ну, скажем так, очень тонкий костяк Желательно узковатые плечи, чтобы смотреться еще более массивным Ясно И еще последний вопрос Здесь ты в качестве кого находишься? Зачем приехал, кого привез? И что ожидаешь от этой поездки? В первую очередь я здесь в качестве тренера Я здесь в качестве президента Алтайской Федерации Я привез команду спортсменов И также я здесь в качестве судей международной категории Я сужу этот турнир И тебе, как тому, кто знает, что такое классика В первую очередь доверие, насколько я понимаю, судей классиков Да Какое впечатление от того, что ты увидел сегодня? Ну, если говорить честно Честно, конечно Серьезная категория до 180 Там есть несколько человек, труднопроходимых, скажем так Все остальные категории, ну, скажем так, слабее чемпионата И я еще не видел международного Может быть, бывает на Арнольд-классике американском Ну, вот и сейчас Я не знаю, с чем это связано Но, к сожалению, так Я-то понимаю, с чем это связано Скорее всего, с тем, что много классиков за медальами рвануло в Мэнс Физик Кстати, не думал об этом Ну, может быть Есть такое предположение Вчера на судейской ты же был? Да Что сказал Филиборн по поводу судейства классиков и по поводу судейства физиков? Мэнс Физик не должен быть ни классикой Не должен быть бодибилдингом Классических бодибилдеров Бодибилдеров экстремальных Он призывал ставить на последние места Спасибо большое тебе, Денис Я думаю, что мы еще по результатам этих соревнований По результатам сегодняшнего выступления Александра Рябинина Мы еще поговорим твоего подопечного Я так надеюсь на положительный результат А тебе сейчас плавно переместиться в судейское кресло Будь здоров, боярин Спасибо, Александр Давай Спасибо